Зло У них все принадлежит народу У них обучение детей бесплатное Захотели в любую страну мира Они поехали обучаться бесплатно И платить за это государство Автобус у них бесплатный Все у них бесплатное Раньше в коммунистические времена Я свое детство помню Бензин стоил 2 копейки Мы его продаем Вон у меня даже где-то был ценник старый 2 копейки бензин стоил А сейчас 48 рублей это что И еще дорожный налог 15 тысяч Это нормально вообще? Я считаю что это вообще ненормально Просто вор на воре сидит и ворон погоняет И вот рука руку моет Понимаете один ушел другой вернулся Был Ушков Теперь стал Собянин Теперь он всю Москву замастил этой плиткой Понимаете Ихние заводы все везде кругом Все повязано Все повязано Никто никого не убирает с места на место Они вот такой делают Комбинацию как это фигурами на шахмат Рокировка Рокировка и все А все остается на прежнем уровне Никто ничего сделать не может Даже не то что на прежнем уровне Жизнь ухудшается Цены растут Доходы не растут так как цены У большинства россиян по крайней мере Уже если хлеб сейчас стоил раньше Мы в нашем детстве 10 копеек стоил завтрак 30 копеек стоил обед И ты был сыт Сейчас ты можешь открывать холодильник бесконечно Ты ешь одну сою И вообще непонятно что Это мясо не мясо Сорокопченая колбаса Соя Ароматизаторы Это что такое вообще Что мы едим Что мы едим Откуда у нас будет здоровье И медицина Куда ты не приходишь Куда ты не воткнешься Куда бы ты не пришел Тебе везде Все стоят с протянутой рукой Дай денег Дай Это все у нас бесплатные Ресурсы у нас богатейшие Страна богатейшая Вы знаете в чем парадокс? Когда Было Был по-моему в 2017 году Я даже был на том митинге Помню Потому что у меня знакомые Врачи и учителя Было сокращение врачей и учителей Тогда это называлось оптимизацией Обещали власти Что за счет Тех кто кого уволят Да Тем прибавят зарплату Как бы учителям И вроде как Многие врачи на это пошли Согласились Сейчас я многих слышу Что у врачей все равно Очень низкая зарплата В регионах вообще нищие Там 11 тысяч Женщина жалует Средловской области Полностью разбитая больница Да Ужасные условия И они получают Там то ли 11 То ли 12 тысяч Вот И плюс квартплаты И все остальное Скажите Почему вы опять Обманули людей В этом плане? Я вот вам хочу сказать Обманывают так Они обманывают Говорят Мы сокращаем рабочие места Человека сократили А зарплату-то Они ее Не прибавляют эту А остаются Добавляют работу Только Человеку Работа То есть Еще работу разделили Вот Была единица Еще приплюсовали Разделили на двоих А зарплату-то Оставили прежнюю Они не добавляют ее Зарплату-то Она прежняя Как пенсионеры Говорят В России В Москве Вообще Пенсионеры Хорошо живут Это как же Хорошо живут Если пенсионеры По 7-8 тысяч Платят за квартиру Коммунальные услуги За что Капитальный ремонт Содержание Жилья Это идет Тысяча с лишним И еще там 600 или 700 рублей Это за что Наши родители Уже Это отработали Эти квартиры Работая на заводах Работая на предприятии Понимаете И получая пенсию В то время 132 рубля А бабушка моя Получала 27 И она По помойкам Не лазила Не собирала Пустые Да Сейчас видео Помог Как с пенсионера По помойкам Это факт Это факт Я вам хочу сказать Да И ничего с этим Сделать нельзя Понимаете Ну я говорю Ну это хлеб уже Да смешно У нас стал Хлеб уже Который стоил 6 рублей Булочка калорийная 10 копеек Я в детстве Свою помню Идешь Булочку калорийную Копе 7 копеек Покупаешь Сейчас ты с ребенком Зайди А на новогодние елки Это что такое Вообще Какие цены Откуда Такие цены Понимаете От профсоюза В Кремль Давали Бесплатно Я была В Кремле На раз 30 Я говорю Я была В Доме профсоюзов Тоже была Везде И вот все Было Бесплатно Если даже Стоил билет Рубль Понимаете С подарком Вместе А сейчас Это какая Откуда Такие На концерт Это Алла Пугачева Билет 200 тысяч Вы что обалдели Я на нее ходила За 3 рубля На первый ряд Всю жизнь А если Театр Ленкома Выступал Рубль 52 рубля Вон пожалуйста Я говорю Я сидела На первом На втором ряду А сейчас Мне предложили Тут позвонили Я говорю Вы не хотите Пойтись в театр Ленкома Будет Ставить Спектакль С этими Ну со звездами С своими там Певцов Там все Я говорю Да И сколько 15 тысяч Билет Я говорю Слушайте Да вы что Не издеваетесь Что Я 15 тысяч Отдам А дальше На что И жить Будет Понятно Понимаете У меня нет Таких Закормов Как Вот показывают Показали Взяли Таможни Шереметьево Или Внукова Домодедова Показали Палеты И палеты Заполнили Все долларами Там 20 палетов И белотые сливки Это чего Такое И Владимир Путин Сказал Лично Мне докладывать По этому Случаю Лично И никого Самое интересное Не сажали Никого не сажали Как Хотели же Посадить Зердукова Васильева Но тем не менее Они стали Потом Свидетелем Их отпустили Ну Васильева Тапочки Плясала Плясала Год Условно Досрочный Вышла И так Она И дальше Пряжет Плюс Еще вернули Компенсацию Чуть ли Там Не 100 Миллионов Вот и все А вы Правильно Сказали В нашей стране Можно Своровать Велосипед Или мешок Зерна И получить За это 10 лет А вагонами Воруют Тебе Ничего Небудь Неужели Ты не понимаешь Что мы Живем Как свиньи И дохнем Как свиньи Только потому Что мы Друг другу Никто При любом Правительстве Будет жить Только хуже Я считаю